Букважаемые коллеги, мы все с вами прекрасно знаем, живем в то время, когда в последние годы появились много новых данных о механизмах развития болевого синдрома. И мы с вами уже знаем, что в каждом отдельном случае нужно обязательно определить не только тип боли, но и механизм ее развития. И сегодня, в основании многочисленных проявленных исследований, все боли, которые испытывает человек, имеется в виду в большей степени хронический болевой синдром, боли делятся на ноцинктивную боль, которая вызвана воспалительным или невоспалительным ответом на повреждающее действие, нейропатическая боль, которая возникает в ответ на повреждение соматосинкционной системы, и еще дисфункциональная боль, боль, которая возникает в следствии воздействия психологических, социальных факторов эмоционального стресса. Иногда эту еще боль называют психологической. И в конце концов существует ряд болей, где есть смешанный характер, то есть ноцинцептивная и, допустим, нейропатическая боль, в этом случае мы говорим о смешанной боли. Для чего это нужно? Для того, чтобы правильно назначить лечение, потому что имеется доказательство того, что при ноцинцептивной боли помогают одни препараты, при нейропатической боли другие препараты, при дисфункциональной боли третьи препараты, а при смешанной боли, в зависимости от того, те или другие препараты. Сегодня наше сообщение посвящено проблеме нейропатической боли. Но валится взглядом на проблему. В 1994 год Международная ассоциация по боли определяет нейропатическую боль, как боль, возникающая вследствие перечного повреждения или дисфункции гердной системы. Понятие, определенное Международным конгрессом по нейропатической боли 2007 года, нейропатическая боль – это боль, которая возникает в следствии прямого повреждения или болезни сомотосенсорной системой. Насколько распространена нейропатическая боль? Данные проведенных эпидемиологических исследований говорят о том, что 6-8% популяции земного шара страдают нейропатическим болевым синдромом. По Европе этот показатель составляет 3-5-7%. И нейропатическая боль – это 20% всех хронических болей, довольно высокий процент. То есть каждый пятый больной с нейропатической болью – это больной. Больный с хронической болью – это нейропатическая боль. Относительно неврологии. Какие заболевания чаще всего сопровождаются нейропатической болью? Почему мы говорим об этом? Потому что каждый раз, когда мы едем больную, мы строили другой патологии, и он жалуется на боль, мы должны в первую очередь понять, какой же механизм боли у данного пациента. При поражении центральной нервной системы – постинсортный болевой синдром, чаще при очагах болезни талануса. Насеянный склероз, травмы спинного мозга, силингомилия, объемное образование головного и спинного мозга, эпилепсия. Заболевания периферической нервной системы – это травматические поражения нервов, это шимические невропатии, компрессия нервов, полинейропатии. В первую очередь, конечно, речь идет о диапатической полинейропатии. Паранопластические невропатии, компрессия корешка-радикулопатии, постгерпатическая неврология – типичный вариант нейропатической боли. Неврология троничного заболуточного нерва и вот те нейропатии, которые связаны с онкологическими заболеваниями, вызванными химио-лочевой терапией и комплексно-реонарной болевой синдром. Если говорить о наиболее частых заболеваниях, из этих, которые мы перечислили, то, конечно же, на первом месте чаще всего это диапатическая, алкогольная, травматическая полинейропатия, постгерпатическая неврология, рассеянность пироси, линкомилея, дефицит витамина В12 и постгерпатическая неврология. Частота распространенности нерапатической боли при различных заболеваниях. При сахарном диабете 7-20% больных жалуются на нерапатический болевой синдром. Радикулопатия от 10 до 34%. Постгерпатическая неврология 27% в возрасте до 55 лет и 73% в возрасте после 70 лет. Онкологические заболевания 40% на нерапатический болевой синдром. Какие эти логические факторы приводят к развитию нерапатического болевого синдрома? Наследственные, метаболические, сосудистые, воспалительные, травматические. У всех и больных развивается нерапатический болевой синдром при наличии, допустим, тоже геопатической боли нерапатии. Нет, есть факторы риска, которые нужно учитывать. Первый – это пожилой возраст больного, женский пол, наличие эмоциональных нарушений, низкие социально-экономические уровни жизни. Патофизиологические механизмы нерапатического болевого синдрома представлены хорошо на этом слайде. И если мы с вами вспомним, механизмы нерапатической боли, откуда идут повреждения, то ли химическое, механическое, травматическое, передача болевых импульсов идет по надсоциативному аферентному голову, доходит то в структуру спинного мозга, попадает в головной мозг. И даже вот очень часто все заболевания с периферической сенситизацией потом становятся по механизму центральной сенситизацией, потому что очень быстро возникает очаг возбуждения в головном мозге, и мы получаем уже другой тип головной боли. Эктомические импульсы. Повреждение нерва вызывает гиперактивацию в средстве изменений функции лунного канала. И в итоге мы с вами видим. Нарушение тормозного контроля, утрата нисходящей модуляции, приводит к усилению аферентных сигналов. И развитие болевого синдрома. Центральная сенситилизация. После повреждения нерва повышенная аферентация задних рук может вызывать центральную сенситилизацию. Таким образом, мы видим на этом слайде нисходящая модуляция, тактильные импульсы, аферентация, ощущение боли, аладиния, нисходящая модуляция. Вот механизм развития нейропатического болевого синдрома, который, в общем-то, представлен на этих слайдах. Я не буду очень останавливаться. И все-таки основная причина нейропатического боли, другими словами, это повышенная возбудимость нейронов и массивный выброс болевых медиаторов. Вот основная причина развития болевого синдрома. Какие характерны клинические признаки нейропатического болевого синдрома? Как отличить его от ноцицептивной боли? Первое. Больной жалуется на жгучие боли. Больной описывает такие боли, как ощущение ползания мурачев, как жгучие, ощущение покалывания, голод под кожей, ощущение, как удар от тока, стреляющие боли, болезненное чувство холода или жара в конечности. И вот вы видите, как хорошо видно на этом слайде. То есть обязательно нужно послушать пациента. Он очень хорошо, красочно расскажет те болевые ощущения, которые он испытывает. Обязательным признаком нейропатического болевого синдрома является нарушение чувствительности. Они могут быть, это позитивные сенсорные симптомы, это болевое ощущение безъемной раздражительной, спонтанная боль, аладиния, боли от действия раздражителя и обычно не провоцируют боль. То есть приказновения буквально сразу же вызывают у человека чувство боли. Гипераллезия, повышенные реакции на болевые раздражители. Дизостезия, неприятные аномальные ощущения. Паростезия, неприятные ощущения, которые спонтанные или вызваны. И негативные сенсорные симптомы. Это гипостезия, снижение чувствительности, гипаллезия, несниженная болевая чувствительность в ответ на болевые раздражители. И нангезия, отсутствие боли в ответ на раздражители, которые обычно болевые-болевые. Можно говорить в какой-то степени по клиническим признакам, характерным для периферической и центральной сенситизации. То есть какие боли будут характерны для периферической сенситизации? Это жгучие боли, боли, вот артоком, прострел, паростезия, дизостезия. Боли обычно локализованные, но обычно развиваются при поражении периферической нервной системы. А вот что характерно для центральной сенситизации? Это ладения, то есть боль при неболевом силу, спонтанные боли без видимой причины, Таичная гипернезия, ну и бывают как при поражении центральной, так и периферической нервной системы. Мы уже говорили очень быстро, периферическая сенситизация приходит центральному. Диагностика нейропатического болевого синдрома. Ну, первое это клинические осмотры. Здесь основное значение имеет клинические осмотры нерволога. Сбор жалоб больного, очень тщательные анамнеза. То есть, помните, как говорят, смотреть, слушать и сопоставлять. 4-3-э симптомы. Это обязательно осмотр больного, с исследованием всех видов чувствительности. В ряде случаев данное терапевтиологическое, тестировое исследование, которое позволяет, а дифференцировать то или другое заболевание. И, конечно же, для диагностики использование диагностических шкал нейропатического болевого синдрома. Для чего это нужно? Во-первых, для того, чтобы определить интенсивность болевого синдрома. Оценить больного в динамике. Что же произошло? Боль наросла, боль уменьшилась. Активизировать вот эти болевые ощущения, которые, собственно, являются основными постановки диагноза нейропатического болевого синдрома. Есть очень много опросников. Опросников ПЭЛ-ДИТЕК находится на стенде ромоэстетической компании ФАЗЕР. В центрах, в зале, где проходит конкуренция. Вы можете взять эти опросники и использовать в своей клинической практике каждый день на каждого больного. Исследование всех видов чувствительности. Давайте вспомним о нашем молоточке. Иногда мы забываем, есть неразовизация, визуализация. Однако в данном случае именно клинический осмотр исследования чувствительности, всех видов чувствительности позволяет нам определить диагноз нейропатического болевого синдрома. Европейская Федерация Нерологических Обществ в 2006 году предложила рекомендацию для всех стран по лечению нейропатического болевого синдрома. По сути, есть некоторые дополнения, произошедшие к этому времени, но основные рекомендации остались тяжелыми. Итак, на первом месте для лечения нейропатического болевого синдрома используют антидепрессанты. Амитриптилин препарат первого рения проведено по нему исследование. Антикопульсанты амнистокарция это габапуртит и прегабалин. Антикопульсанты под латоронатриевых каналов карбамазепин. Но этот препарат эффективен только при деменальной неврологии. Травондола, биоидной аналгитики, местные лекарственные препараты антидепрессанты аспартантных рецепторов. Ну и конечно же можно использовать медикаментозные методы лечения. Вот если говорить о резюме тех международных руководств, которые сегодня существуют и в странах, и в европейских, и в американских обществах, то можно говорить о том, что какие препараты первой линии, да, при нейропатической боли, это все-таки идут антидепрессанты и антиконвульсанты, при абонетической нейропатии, долоксетин, габапатин, прегаболин, трициклические антидепрессанты, при нейропатической боли, вы видите, канадское общество, на первом месте прегаболин, габапатин, трициклические антидепрессанты. И все-таки исходя из рекомендаций международной ассоциации по изучению боли. Первая линия препаратов это габарты кальциевых каналов, прегаболин, кавапатин, трициклические антидепрессанты и могут быть применяться лидокаин для местного применения при факаре в нейропатии или в больших участках мозга. Вторая линия препаратов второй линии это опиодные энергетики и травматон в комбинации одним из препаратов первой линии и третья линия среди определенных антиконкульсанты окскарбамазопин карбамазопин если речь идет о определенных видах неропатического болевого синдрома. Ну вот теперь смотрите например лечение гипотической неропатии препараты первой линии долоксетин гапапатин прегаболин вторая и третья линия опиодный и травматон постгармедическая неропатия на первом месте гапапатин прегаболин трициклические депрессанты вторая и третья линия капсоцин опиоиды руководство по лечению центральной боли на первом месте это идет прегаболин единственный препарат с установленной эффективностью вторая и третья линия это уже идут другие препараты ну и согласно всех руководств международных которые существуют все-таки прегаболин является препаратом первого выбора основной механизм действия мы говорили что почему появляется болевой синдром нейропатический потому что идет избыточное выделение возбуждающих медиаторов основное действие прегаболина заключается в том чтобы вот эту активность нейрона превратить в нормальную и уменьшить чрезмерную возбудимость нейрона вот основное действие прегаболина препарат лирика который известен в нашей стране препарат эффективный для лечения периферическая нейропатическая боли вот видите данное исследование но самое главное что мы сейчас боремся это качество жизни пациента проведенные исследования показали что назначение препарата прегаболин велико способствует улучшению сна уменьшению депрессивного синдрома который так или иначе возникает на хронический болевой синдром и улучшение качества жизни пациента режим дозирования как мы назначаем препарат 75 мг 2 раза в сутки лучше всего начинать с дозы 75 на ночь потому что языка вы знаете ряда болит особенно пожилого возраста иногда бывает позовокружение хотя начальная эффективная доза 150 мг даем больному в течении 3-7 дней потом смотрим как больной переносит какова эффективность если у него уменьшаются симптомы то можно оставить на этой дозе антидепрессанты практически 17 исследований изучено 10 антидепрессантов выделяют особенно велооксатин дуоксатин эффективно лечение диабетической болезни нейропатии и чтобы я хотела вам о чем сказать вот рекомендации говорят о том что нестероидные противовоспалительные препараты показали недостаточную эффективность в течении нейропатической боли особенно в больнице диабетической и периферической нейропатии лучше избегать их применения поэтому здесь вы видите препараты совсем другие ну и у части больных имеется сочетание как ноцецептивной так нейропатической боли классическим примером являются боль в спине радикулопатия боль вызвана онкологическими заболеваниями здесь мы можем с вами назначать как нестероидные противовоспалительные которые нейтивные проноцецептивные боли так и препараты которые даются при нейропатическом болевом синдроме это антиконкурсанты и антидепрессанты пошаговое лечение нейропатической боли международная ассоциация по изучению боли нам рекомендуют в начале оценить боли установить диагноз терапевтической боли определить причины ее возникновения определить сопутствующие заболевания которые есть у больного и побеседовать с больным рассказать что у нас с вами будет долгий тяжелый мы его преодолеем если мы будем работать вместе необходимо назначать ту терапию которая вызвала этот синдром в начале мы даем препараты первой линии смотрим пациентов с локализованной периферической нейропатической боли необходимо использовать только ледокарин местный или комбинация одним из препаратов первой линии дальше мы наблюдаем за больным третий шаг и смотрим насколько эффективны эти препараты оцениваем боль качество жизни связанное здоровье если не произошло каких-либо изменений или оно частично произвели произошли изменения нужно прибавлять уже думать или дозу препарата увеличивать или подумать о препаратах второй и третьей линии ну и теперь последний слайд который говорит о том чем мы лечим нейропатическую боль ну к сожалению лечим мы и стероидными противовоспалительными в основном да аналгетиками витаминами а вот тем препаратом гипепрепаратом и те препараты которые действительно эффективны антидепрессанты и противоэпилептические препараты мы назначаем только в 26% в случае ну хочется чтобы мы с вами все-таки помогали нашим пациентам облегчили их страдания потому что боль это самое и получите бы ощущение которое испытывает человек в жизни благодарю за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание Продолжение следует...